Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. У вас довольно объёмный текст, повествует он об отношениях, и ключевой момент здесь в том, что вы не задаёте вопрос, кроме только того, есть ли шанс возвращения отношений и стоит ли ждать. Это такие довольно-таки абстрактные вопросы, на которые, честно говоря, ответ на который вам ничего абсолютно не даст. Сейчас, когда вы со своим молодым человеком на столе, имеет смысл разобраться в себе и скорректировать свою модель поведения для того, чтобы отношения дальше не разрушать. Тогда будет шанс, если и не вернуть отношения, то, по крайней мере, оставить их на том уровне, чтобы взаимодействовать. Когда я познакомился с пищевыми парнями, на тот момент у меня никого не было из друзей, с кем-то перестали общаться, с кем-то разъехались, училась я научно и много времени проводила дома. И когда мы познакомились с ним, у него была почти идентичная ситуация. То есть, оказавшись в ситуации определенного жизненного кризиса, вы нашли, по сути, друг другу опору. Это самый лучший способ, конечно же, вступить в созависимые отношения, где наблюдается, ну, как следует из этого слова, полная зависимость от другого. Встречались мы с человеком два года, но протяжении этого виделись каждый день. Были первыми друг у друга, мне 27-23, на момент встречи мне было 18-21. А тут вот есть некая такая, знаете, схематичность, сухие цифры и все. Полгода наше общение было идеальным, все было хорошо, спустя время я стал видеть человека какие-то недостатки, минусы, человек не сдерживал свои обещания, всем признавался. Вообще видеть минусы в другом, это нормально, вот, потому что у всех есть минусы. Вопрос здесь, пожалуй, немножко в другом, что вы стали эти минусы видеть, то есть вы как будто бы чувствуете, что прошла влюбленность у вас. И я бы сказал, что здесь хорошую роль, именно хорошую роль, сыграла история, связанная с защитными механизмами психики вашей. То есть, таким образом, психика защищала и защищает вас от следяния с партнером. Я знаю, да, по поводу обещаний. Это же, опять же, история про попытку перекладывать ответственность и личную ответственность за свою жизнь на другого человека. Я знаю, что есть периоды отношений, конфетно-букетные, видимо, быстро у нас спрашивал. Обращал быстро именно из-за того, что психика стала вас защищать. Я видела минусы человека и всячески говорила, а не говорила прямо и в очень грубой форме. Для чего? Для чего? Попытка поменять человека за жизнь, чтобы было удобно вам. Откуда такая позиция? Вот такая позиция красная из-за того, что человек единственный, на него вы опираетесь, он должен быть идеальным. То есть, подстать вам. Дальше, значит, так, человек во мне не замечал того, что я. Ну, у всех разного. Доходил для того, что я говорил или ты исправишь, что-то или порастанется, то есть, по сути, здесь вы использовали ультиматум и шантаж. Вот, ну, очевидно, здесь уже решение ваших собственных проблем. То есть, либо страх перед таким влиянием, либо же, либо, вот как раз, потребность сделать человека удобным, чтобы вам было хорошо. Человек из своей привязанности говорил, что изменится. Это были его первые отношения. К чему вы здесь? Дальше, стало хуже почти каждый день ссоры. Какой ваш склад в ссору? Именно ваш. И изучите, пожалуйста, психологическую игру. Скандал. Это важно. Так, значит, выяснение отношений с моей стороны, агрессия и оскорбления, но выглядит, как повторюсь, по-бей, защита от исцеления. Было ясно, что человек меня перестал устраивать, но уйти не могла от него. Из-за чего? Расскажи немного за него. Ну, про него говорить не надо, я про него читать не буду. Это не касается. Не касается нас. Вы пишите, значит, так. Его язык еще больше разжигал ссоры. Пишите вы. Вот здесь вы и перекладываете ответственность опять, потому что в ссору есть ваш вклад. У нас очень радный демирамер, ты с ним, он более спокойнее, чем я. Ну, это нормально. После ссор я говорила, что нужно расстаться. Ссорчики блокировали, избегали. Человек приходил ко мне и стоял под домом до полдня. Глядся, что все изменится, что у них справится. Ну, то есть тут уже история такая достаточно нездоровая. Я знаю, что его поведение было неадекватным. Он был зависимым. Вы тоже были зависимыми, но я остаюсь с ею. Я знала, что тоже нужно уйти, но не мог. Я прощал, и все продолжалось дальше. Я как именно прощал? Как это происходило? Последнее, это стало одно, что я из-за своей агрессии на человека, из-за всей ситуации не знаю, как объяснить свое поведение в своей детстве, но я начала прописываться с другими на зло, чтобы как-то показать, видимо, я не могу. Чтобы что-то показать, видимо, я не могу объяснить свое поведение в этот момент. Что ж, давайте попытаемся. На консультации вы сможете объяснить свое поведение. Но это, повторюсь, зашито от след. Так. Значит, пару раз было так, что я видел с этими людьми. Обычная прогулка. Человек знал. Такой не уходил. Но чувства, конечно, стали пригорать. И все привело к тому, что я нахладел по отношению ко мне. Мы общались. Не было того, что раньше. Единственное, что вы понимали, что это привязано. Оба, опять же, это история про следение. Вам будет здесь увидеть то же, что понимали непосредственно вы. И когда человек стал отходить от меня, я стал делать то же самое, что он специально всячески изменялся. Изменялся. Говорил, что я изменюсь. А я правда стал меняться. В отличие от человека, что за два года ни одно свое обещание не выполнил. Я сдержал. Ну вот здесь чувствуется обида. Опять же, ожидание, разочарование. Да. Вот. Эту сцену нужно прожить. Вам эти чувства. И увидеть вот. Ваш непосредственно субъективный вклад в это. Я понимал все это дело. Я стал контролировать свою агрессию. Хотел работать над отношениями, чтобы все эти обиды ушли у обоих. Но человек пригорел. Это так не работает. Это так не работает. Обиды у обоих не уходят. От того, что вы контролируете свою агрессию. Вот. Да и агрессия не уходит, если ее контролировать. Ее нужно учиться выражать. Я не хочу, чтобы с моей историей был вывод, что разрушило все я. Это чувство вины. Ведь в отношениях всегда виноваты оба. Не виноваты, а ответственны. Это разные вещи. Но я знаю, что делал неправильные вещи в его сторону. Как он? Это нормально. Он мог не держать обещания. Мог делать какую-то мелочь. У своей агрессии я делал два раза больше. Вообще, агрессия это про угрозу. Вы сталкиваетесь с угрозой. Причем часто. Вопрос в том, что это за угроза. Что вам угрожает. Я тоже устал в этих отношениях. Они изматывали. Но идти мы не могли оба. Давайте все-таки вы будете говорить за себя. Застались мне 10 дней как окончательно. Раньше никогда не было такого, чтобы мы не общались. Мы общались только за... В это время он один раз звонил. Мы просто два часа разговаривали. Оба сказались, что скучаем. Хоть минут, но не особо хочется. Скажите, есть шанс возвращения отношений. Зачем? Стоит ли ждать? Ну, вы либо ждете, либо нет. На мой взгляд, вы ждете, потому что в вашей жизни глобально ничего не изменилось. Кризис как остался, так и остается. Хотелось бы немного разобраться в себе. Да, это на личной консультации можно будет сделать. Почему я случился такие действия? Почему я даже послышал этого? Мы оба очень привязаны и не можем отпустить. А вы можете обсудить только себя, свою сторону. Не про вас обоих. Если про него что-то, пусть он обращается, и мы лично с ним будем работать. Хочу исправить все, показать человеку, что готовы пробовать, если он сделает шаг тоже, но пока что ситуация такая. А что именно все исправить? И что именно исправить? То есть это как исправить? Подстроить? Ну. Ну, по сути, здесь вы демонстрируете противоречивость. Некоторым. Некоторым противоречивость. Вот. Потому что вы говорите, что вам плохо, и в то же время хотите вот вернуть отношения, которые к вам плохо. Понимаете? Такой вот. Мазохистический немножко. Здесь идет у вас типаж поведения. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам нашу одну с собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.